Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы в студии ЮГУ-ТВ беседуем с заведующей кафедрой уголовного права Кариной Цхавребовой и деканом инженерно-экономического факультета Игорем Бепеевым. На днях они вернулись из Астаны. Там они побывали на форуме выпускников советских и российских вузов, представителей системы образования и здравоохранения стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Здравствуйте, Карина Акимовна! Здравствуйте, Игорь Юрьевич! Это было грандиозное мероприятие. Действительно, модератором и руководил этим форумом непосредственно замглавы Россотрудничества Шерцов. Но форум был организован совместно Россотрудничеством и Северо-Кавказско-Федеральным университетом. И в пленарном заседании открыл форум сам Шерцов, но в пленарном заседании с выступления поступил и ректор Северо-Кавказско-Федерального университета. Я говорила о том, что наше сотрудничество продолжается очень давно. Мы сотрудничаем очень тесно, да и в ЮГУ СКФУ сотрудничают очень тесно. Проводим различные мероприятия, форумы, конференции. Во всех мероприятиях, которые проводятся в СКФУ, касаемо юридического образования, мы выезжаем на эти конференции. Буквально в прошлый раз тоже было наше интервью, были на втором форуме. И помимо сотрудничества между студентами, выступлением студентов и преподавателей, мы так договорились о том, что будем работать на курсе повышения квалификации. Обговорили уже темы непосредственно за кафедрой Долгоголовым. Обговорили темы, и они и преподаватели будут приезжать к нам здесь и сюда, в Южную Осетию, читать лекции, повышать квалификацию. И мы в свою очередь тоже будем приезжать туда. Делегаты от Южной Осетии на форуме приняли участие в круглом столе развития сотрудничества в сфере образования и здравоохранения между Россией и странами СНГ. Карина Цхавребова с докладом международное сотрудничество юридических факультетов в реализации права на образование. Игорь Бепиев рассказал о развитии межвузовского сотрудничества в сфере образования в странах СНГ, а главврач Квайсинской больницы, которая также поехала на форум от Южной Осетии, Ульяна Цхавребова представила доклад «Помощь России в восстановлении системы здравоохранения Южной Осетии». Доклад представил, выступил и показали презентацию нашего университета, то, что мы достигли за последнее время, имеется в виду достижения, и тот прогрессивный взгляд, который ведет наш руководитель ТД Вадим Бутазович, я об этом озвучил, и то, что я представил, было достаточно интересно и понравилось всем делегациям на форуме. И задавали разные вопросы, имеется в виду содержатель на то, как вы достигли вот этих результатов. Это благодаря нашему руководителю, имеется в виду ректору Вадиму Бутазовичу, и поддержка, имеется в виду со стороны профессора предпадательского состава. Игорь Юрьевич, а что еще запомнилось из всего форума? Выступление Беспалова, бесспорно, депутата Государственной Думы Российской Федерации, плюс еще запомнилась межкуларная беседа с разными представителями СНГ. Они все в один голос заявляли, что не хватает на сегодняшний день взаимоотношений между университетами, чтобы обменивались опытом, чтобы поддерживали связь в разных направлениях в образовании и обменивались опытом наших вузов и студентами, имеется в виду, что посещали друг друга и опытом происходили те методические наработки, которые у нас на сегодняшний день есть, и у них, чтобы обменивались опытом. Я хочу просто отметить, что наши доклады воспринимались хорошо, соответственно, и нас провожали в ордене официально-плодисментами. Организаторами двухдневного форума выступили Северокавказский федеральный университет и Россотрудничество. Всего в мероприятии приняли участие 150 делегатов из России, Южной Осетии, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также Индии и Китая. Гости студии Йогу-ТВ также сказали, что данное мероприятие нацелено на укрепление международного сотрудничества в области образования, здравоохранения и подготовки кадров и может стать традиционным. Я хочу обратить внимание на радушный прием казахского народа. Они очень добродушные, и у них два языка – это русский и родной казахский. Они владеют в совершенстве, совершенно без акцента русским языком. То есть очень добрые люди, очень добрые люди. И я еще обратить внимание хочу, что на второй день мы прослушали курсы лекции «Повышение квалификации» именно «Менеджмент в системе высшего образования». Мы прослушали, и нам были выданы всем сертификаты. То есть второй день именно этому был посвящен. Только положительные эмоции, только положительные. Мы очень довольны нашей поездкой. И спасибо Вадиму Бутазовичу. Он очень нам в этом помог, руссотрудничеству. Именно то, что мы попали на этот форум, наша делегация в таком составе.